Перестроение и причудливые фигуры во время свободного падения чемпионы мира по парашютному спорту показывают высший пилотаж. У каждого из них тысячи прыжков. Следующая задача приземлиться в строго отведенное место. Сегодня именитые покорители неба проводят мастер-класс для юнормейцев. Молодые спортсмены уже хотя бы один раз прыгали с парашютом, но всегда в одиночку. Сегодня из-за ветра самостоятельные прыжки им запретили, зато подарили уникальный шанс шагнуть с борта вертолета в тандеме с опытным парашютистом. Для Оксаны Сергеевой это первый опыт совместных прыжков. Девушка признается, едва коснувшись земли, снова скучаешь по небу. Когда видишь, прыгиваешь, начинаешь смотреть на все то, что тебя окружает, как вид, все это действительно вдохновляет на какие-то подвиги и хочется все-таки вернуться в небо снова и снова. Всего на встрече со звездами парашютного спорта два десятка воспитанников Сызранского военно-патриотического клуба. Им рассказывают, как не терять самообладание в небе, ориентироваться в воздухе и правильно приземляться. Сзади основной парашют, спереди запасной. Именно так выглядит парашютист в полете. Кстати сказать, находиться в этой конструкции довольно комфортно. Прежде чем совершить свой первый прыжок, спортсмены проходят обучение вот на таком тренажере, чтобы понять, где находится кольцо запасного парашюта и как всем этим управлять. На счету мастеров парашютного спорта, которые входят в состав сборной России множество побед. В прошлом году спортсмены дважды выиграли чемпионат мира – гражданский и военный. Первое место завоевали и в этом году в Германии. Мастер спорта международного класса Александр Иванов делится. Однажды, оказавшись в небе, влюбляешься в него на всю жизнь. И это чувство, уверен, важно передать начинающим парашютистам. Это действительно что-то особенное. Человек не испытывает таких эмоций, таких ощущений. Их в жизни в природе нет, пока ходишь по земле. Поэтому я думаю, что они попробуют. Может быть, кто-то займется, может быть, кто-то не займется. Но, во всяком случае, это движение вперед, это приятно. Вполне возможно, что юноармейцы продолжат не только в парашютном спорте, в вертолетном спорте, в самолетном спорте. И просто занимаясь спортивным видом спорта, и продвигая спортивный образ жизни, здоровый образ жизни – это главный результат, к которому мы стремимся. Следующие испытания для спортсменов национальной сборной чемпионат мира в Черногории, который пройдет с 23 по 30 августа. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.